Типичная предновогодняя картина. Десятки ёлок расставлены вдоль дорог. Сезон продаж главных красавиц Нового года традиционно начинается в первой половине декабря и заканчивается в сам праздник. В предпраздничной суматохе всех интересует один вопрос. Как сильно ударит по кошельку покупка натуральной ёлки? А вы, да, ёлочками торгуете? А что, можно узнать ценник? Так можно узнать ценник. Это вот вне зависимости от размера, да? Вот маленький, по 1800, большие, вот идет побольше, 2000. Ага. Вот полторы и выше начинается получается. Какая самая дорогая? Ну, за 3, за 3 500, за 4 можно нормально, красивый, такое хорошее купить. Кто-то приобретает ёлочку за несколько дней до празднования, а кто-то в сам праздник. Но что происходит с некупленными ёлками потом, после праздника? Конечно, многие скажут, что их просто отправляют на ближайшую мусорную свалку. Но некоторые продавцы новогоднего детского счастья решают эту проблему по-своему. Хотя оптимизма по поводу полной реализации ёлок у них не отнимать. Ну, я так думаю, что всё продадим, потому что у нас хорошая цена, и ещё ёлка хорошая вся, хорошая. Но если останется, ну, если знакомый, который ферма держит, ну, там они возят туда, лошадь кормят. Стоит отметить, что большая часть таких продавцов осуществляют сбыт ёлок легально, приобретая порубочный талон. Вы так легально, да, всё продаёте? Конечно, легально. И талон? И талон? И талон порубочный? Да. И талон? Вопрос задаете. А, пожалуйста, пятёрки. А, вроде, руки длились. Большинство жителей Владивостока, несмотря на соблазн вернуться в детство и поставить натуральную красавицу, предпочитают искусственную, ссылаясь на ряд причин. Ну, во-первых, дорого, во-вторых, у меня нет маленьких детей. Ставлю искусственную, она практичнее, всегда красивая. Ну, вы знаете, жалко мне вот этих ёлочек, которые их вырубают, всё равно их все не используют, эти ёлки. А потом, после Нового года, их же всё равно куда-то выбрасывают. А так, это искусственная, она у нас уже много лет служит нам. И вполне красивая, и хорошо. Искусственная, да, искусственная. А вот вообще больше нравится какая ёлка? Не, ну, натуральная, конечно же. То есть мы всегда стараемся купить какие-нибудь ветки натуральные, чтобы пахло хвоей. Кстати, ветки ели – оптимальный выход для любителей запаха Нового года. Кроме ёлок, на своеобразных базарах можно приобрести и подставку для дерева, стандартную крестовину или в виде санок. Обойдётся такая красота от 1000 рублей и выше. А чтобы душистое дерево подольше радовало ароматом, его лучше поставить в воду и не забывать подливать её в ёмкость подставки. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.